Тема нашего сегодняшнего занятия перестановки без неподвижных элементов. То есть начнем мы с совсем простого дела. Выпишем все перестановки, какие существуют на свете, на одном элементе. Это просто число 1 находится на своем месте. Выпишем все перестановки на 2 элементы. На 3. Их уже побольше, но тем не менее, с этим мы тоже справимся. На 4. Ох, всего 24, то не может придется, конечно, потратить время. Но лучше действительно потратить время и разобраться, чем работать, не понимая, о чем, собственно говоря, в связи с ней речки. Выписываются все способы числа 1, 2, 3, 4 расположить в том или ином порядке. Я, заметьте, начал с 1, 2, 3, 4, закончу я на 4, 3, 2, 1, 2, 4, 1, 3. 2, 2, 4, 3, 2, 4, 1. Так, больше половины я уже сделаю. 4, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 3, 1, 2, и, наконец, обещая 4, 3, 2, 2, 1. Отлично. Вот все 24 перестановки. Если бы доска была побольше, то я, конечно, выписал бы все перестановки на 5 элементах, их 120. Потом, соответственно, все перестановки на 6, 720. И так до тех пор, пока ваше степенье вы не уходите. Давайте сегодня все-таки я не буду выписывать на даже 120. А я составлю такую табличку. Здесь будет написано число N. Таблица потом будет большая, потому что мы будем новые рассматривать величины. Ну, а давайте так, 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6. Ну, например, это 7. Здесь будет написано величина N факториала. Это количество всех перестановок на N элементах. На одном элементе одна перестановка, 2, 6, как вы там видели, 24. Давайте я все-таки объясню, почему перестановок на 5 элементах будет 120. Это очень просто. Дело в том, что если у вас уже есть выписанные все перестановки на 4 элементах, то что вы можете сделать числом 5? Можете написать его сюда, 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 сюда или сюда. Любое из 5 мест. Таким образом, каждая такая вот перестановка превращается в 5 разных перестановок на 5 элементах. Значит, действительно, здесь будет у нас 120. Соответственно, шестерку можно вписать в любое из 6 мест будет 720. Семерку в любое из 7 мест. Это будет 5040. Ну и так далее. Всего N факториалов перестановок на N элементах. Так вот, наша сегодняшняя цель – найти явную форму для величины, которую мы будем с вами обозначать АН. Очень важная сегодня величина. АН – это количество перестановок на N элементах. Количество перестановок на N элементах. Внимание! Когда ни один элемент не расположен на своем месте, где ни одно число не стоит на своем месте. Что же такое А – количество перестановок на N элементах, где ни одно число не стоит на своем месте? А, очень просто. Я сейчас просто пройдусь и во всех наших перестановках подчеркну. Подчеркну число, которое стоит на своем месте. Единица стоит на своем месте. Я ее подчеркну. Здесь вот это число стоит на своем месте, а здесь ничего не стоит. А здесь двойка стоит на своем месте, а здесь двойка стоит на своем месте. Увидели? Я подчеркну. Где? Здесь? На второй зал. Здесь? Наверное. А, да, конечно. Спасибо. Вы меня поправили. Действительно, единица на своем месте и двойка тоже на своем. Так, давайте я пробегусь теперь по таблице для четырех. И сначала с единицами. Вот там, где единица на первом месте, я ее везде должен подчеркнуть. Больше единицы на первом месте нигде нет. Теперь, когда двойка на втором месте, я ее подчеркиваю. Двойка на втором месте. Где у меня здесь? Вот у меня здесь двойка на втором месте. Здесь вот тоже самое двойка на втором месте. Теперь, когда тройка на третьем месте, я ее подчеркиваю. То есть в третьем столбце, как другие стройки, я ее подчеркиваю. Так, 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 отлично. И, наконец, когда четверка на своем месте, я ее тоже подчеркиваю. Все. А вот теперь вопрос. Какие перестановки нас на самом деле интересуют? Те, где нет ни одного подчеркивания. То есть, вот эта перестановка. Это здесь, везде эти подчеркивания, здесь вот, у нас ничего нет, здесь нет ничего, здесь нет ничего. Так, ребята, это все несложная работа. Просто проехать по всем перестановкам и выделить те, в которых нет неподвижных точек. Неподвижные точки – это когда число стоит на своем месте. Пишем результат. Когда перестановка на одном элементе, то ноль. На двух единицах, на трех, сколько там обведенных? Две, четыре элемента. Сколько обведенных? Пересчитайте, пожалуйста. Девять. Девять, конечно, молодцы. А вот дальше интересный вопрос. А вот дальше непонятно, потому что мы же не выписали все перестановки на пяти элементов. Сколько здесь, сколько здесь, сколько здесь и вообще какая формула? Это и есть основная цель сегодняшней нашей встречи. Понять, что на самом деле там есть формула. Очень несложно эта формула может быть получена. Более того, даже двумя разных способами. Один из этих способов – это так называемая формула включения-исключения. Не хочу сейчас сразу про нее говорить, потому что… А тут ситуация такая. Это некоторая красивая математическая идея формулы включения-исключения. Если вы ее знаете, то более или менее сразу из этой формулы вы можете все вывести. Но, с другой стороны, оказывается, что можно решить эту нашу задачу и не владея формулой включения-исключения, а просто внимательно наблюдая за перестановками. И это решение в чем-то даже интереснее. Нужно ввести величину bn. Количество перестановок на n элементах, где… Там раньше было не одно число, а сейчас будет так. Где ровно одно число стоит на своем месте. Я сейчас объясню. Для этого давайте сделаем так. Я пройдусь по тем же самым перестановкам. Здесь ровно одно число расположено на своем месте. Здесь такого нет. Вот в этой перестановке одно число на своем месте. Здесь тоже одно число. И здесь одно число. Так, давайте сразу. Значит, здесь одна такая перестановка, здесь ноль, а здесь сколько? Три. Запишу в таблетке. Одна, ноль, три. Так, теперь, конечно, здесь дольше, но тем не менее справимся. Ребята, пожалуйста, внимательно за мной следите. Вот здесь вот одно подчеркивание. Как введено? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Согласны? Раз, два, три, восемь. Куда, господа? Я уже знаю, что, о чем здесь будет придумано. Поэтому я знаю, на что обратить внимание. Смотрите, что нужно ищите сейчас. А, н-ая, минус, б, н-ая. Минус единица, единица, минус единица, единица. Все почувствуют, что будет дальше? Минус единица. Что будет дальше? Минус единица. На самом деле будет минус один. А что будет потом? Один. Оказывается, действительно, такой закон верен. Давайте я его запишу. Оказывается, заменительный степень. Формула, которая сегодня будет доказана. И, между прочим, она достаточно неожиданна. Потому что, если вы посмотрите на определение, а-н-ное, количество перестановок, где ни одно число не стоит на своем месте. b, n-ое количество перестановок, вовно одно число, стоит на своем месте. Совершенно не понятно, почему эти числа будут отличаться на единицу. Более того, почему все время будет так? То плюс, то минус. Ребята, на самом деле, между числами а-н и б-н есть некоторое очень простое соотношение, например, пять числов. Да? Один, два, три, четыре, пять. Вам нужно переставить их так, чтобы ровно одно из них оказалось на своем месте, а остальные не на своем. Смотрите, как это делается. Вот у меня есть рука. Представьте себе, мой большой палец остался на своем месте, а эти четыре переставились. Сколькими способами можно переставить четыре пальца, чтобы ни один не оказался на своем месте? Четыре футерила. Нет, и четыре футерила. Четыре футерила – это всего. А четвертая. Девять способов. Согласны? Это когда большой палец на своем месте, а остальные четыре девятью способами переставляются. Отлично. Указательный способ на своем месте, а остальные четыре переставляются. Сколькими способами? Девятью. Средний, безымянный, мизинерный. Каждый раз сколько способов? Девять. Девять способов. Всего сколько? Сорок пять. Сорок пять, конечно. Конечно, сорок пять. Это совершенно замечательный, простой способ, господа. Давайте я его напишу. Если вас интересует bn плюс 1, то нужно n плюс 1 умножить на an. Я здесь даже давайте так напишу. Очевидно. Еще раз повторяю. Если у нас имеется всего n плюс одно число, которое нужно переставить так, чтобы только одно оказалось на своем месте, то мы берем любое из n плюс 1 чисел, фиксируем его, говорим, что оно на своем месте. Это можно сделать n плюс 1 способом. Вот количество способов n плюс 1. И оставшиеся n чисел переставляются так, чтобы ни одно не оказалось на своем месте. Это можно сделать an способом. Уговорил? Вот она, значит, формула. Кстати, перед этим она тоже выполнялась. Смотрите-ка, пожалуйста. 8 – это 4х2. 3 – это 1 умножить на 3. 0 – это 0 умножить на 2. Значит, все правильно. А вот теперь смотрите, какое есть урегатство. Чтобы здесь была минус 1, сколько должно быть здесь? 44. А теперь смотрите. 44 умножить на 6. Это сколько? Значит, здесь 265. Так, а 265 умножить на 7. Сколько будет? 1855. А здесь будет сколько? 24. А здесь будет 4. Заметьте, пожалуйста. Ну, правда, мы еще не доказали эту скономерность. Но, тем не менее, как только мы ее докажем, у нас получится очень быстрый способ заполнения такой таблицы. То есть, как только вы посчитали очередные a-н и b-н, то вы считаете bn плюс 1 вот по этой формуле, как n плюс 1 умножить на a-н, и после этого применяете свое знание про то, чему равна разность a-н плюс 1 и b-н плюс 1. Таким образом, мы при желании для 8, для 9, для 10 очень быстро посчитаем все эти величины. При желании сами это сделаете. Меня-то сейчас интересует не это. Меня интересует то, что вот эту форму мы с вами доказали. Я сейчас должен рассказать вам, каким образом вычислять величину a-n плюс 1 через предыдущие a-n, b-n, b-n. Для того, чтобы вам стало понятно, как все это получается, здесь нужно, чтобы вы посмотрели на эту таблицу и увидели бы, насколько все это, что называется, просто, насколько все это понятно. Более того, тут есть даже два разных способа объяснять эту штуку. Давайте я попрошу вас a-n плюс первое разделить на n. Смотрите, пожалуйста, что такое a-n плюс первое и делить на n? Вот если n равно единице, это значит, нужно взять вот это число и разделить на единицу. Сколько будет? 1. Это будет, конечно, единица. Да. Хорошо. Дальше. n равно 2. Значит, надо 2 разделить на 2. Сколько будет? 1. Так. 9 разделить на 3? 3. 3. 44 разделить на 4? 11. 265 разделить на 5? 53. 1854 разделить на 6? 309. 309. Вы правы? Так, ну там я уже не буду считать, там можно тоже следующую начину узнать. Господа, посмотрите, пожалуйста. Было бы очень хорошо, если бы сейчас догадались, что такое число 309. Или что такое число 11? Что такое число 3? Нечетное. Ну, нечетное, это, конечно, замечательно, но можно в сколько раз более не ездить. 1, 1, 3, 1, 153, 309. В этой таблице найдите какие-то числа, которые очевидным образом... Да, пожалуйста. А, n плюс, а, n плюс. Молодец. Ребят, видите, он молодец, он заметил. Опаздывать на лекцию совершенно не обязательно. Вообще, математика ведь, знаете, чем это означает? Тем, что математик, если прослушал какие-то первые слова, то следующие слушать уже не обязательно. В смысле, что уже все равно ничего не поймешь. Это уже даже в древности было известно. Есть такая замечательная фраза. Какой-то там царь спросил у математика. Они взяли побыстрее. Вот не так, чтобы там книжки читать, задачки решать. Они взяли как-то побыстрее. И получил известный ответ. В науке нет царского пути. Если вы хотите добиться некоторого уровня, вы должны пройти с неля. И вот в этом смысле, кстати, те, кто, скажем, берутся за умы, не знаю, в 10 классе, вдруг удивляются. А почему мы должны решать те же самые задачи, что у вас решают в 3-ти классе? Ответ. А потому что вы ничем от них не отличаетесь. Просто вообще ничем. Потому что, знаете, когда человек начинает изучать математику, кто-то ее начинает изучать во 2-м классе. Кто-то ее начинает изучать в 11-м. И при этом знают одинаково. И реально любые, там, не знаю, подготовки и так далее. Между прочим, почитаете-ка вы задачи малого михмата, и вы с ужасом обнаружите, что чаще всего у нас кружок 5-го класса работает по более трудным задачам, чем кружок 6-го. Рассказать почему? Они еще не обленились. Или они уже догадались? Кто такие, пришедшие на малый михмат в 5-й класс? Ну как? Ребята, которые захотели заниматься. Правильно? Да. Замечательно. А кто такие, пришедшие на малый михмат впервые в 6-й класс? Это те, которые в 5-м классе. Бегали и до самой. Правильно? Соответственно, им нужны задачи более простые. Они, может, и на класс старше. Только вот год назад это было хулию проклятое. А кто такие, кто пришел на малый михмат в 10-м классе? Сплошьте вы у себя. Это те, которые в 2-м, 3-м, 4-м, 5-м, 6-м, 7-м, 8-м и 9-м все время их приглашают заниматься какой-нибудь наукой. А, нет, ребята, я никого не собираюсь профессионально обидеть. Более того, безусловно, ребята, эта вещь такая, безусловно, все можно нагнать. Академик-изайнер Алексеевич Дельфант. Истинный великий человек объяснял простую вещь, что любую науку, что называется, он лично учил 3 года. То есть берется какой-нибудь там неизвестный, ну, до этого раздел математики, он начинает им заниматься, начинает, начинает активно, ну, собственно, все новое, все учат одинаково. Три года проходит, и через три года он начинает делать там математические открытия. И, ребята, этот срок, на самом деле, он не только для Дельфанта. Этот срок, он для всех вас. Любая деятельность либо делается быстро, либо не делается никогда. Иностранный язык, либо вы его выучили за три года, ну, когда вы все учите, не так, что вы там каждую неделю по одному слову, а вот все учите. Либо вы его сумели выучить, либо так на всю жизнь и будут. Учить, учить, переучивать, доучивать. И математика тоже самое. Либо вот захотели ее и выучили. И причем, поверьте, любой из вас, если захочет, способен выучить там и науки, все российские олимпиады и так далее, просто для этого нужны те самые три года занятия. Если вы начали, не знаю, там, в третьем классе, это значит, к шестому классу у вас будет диплом Московской олимпиады. Я не обещаю вам первый диплом, но какой-то диплом у вас будет точный, если вы действительно начнете заниматься. В общем, совершенно не важно, главное интенсивно. И наоборот, если вы занимаетесь и вы чувствуете, что уже много лет прошло, а что-то никаких видимых результатов нет, значит, вы не тем занимаетесь. Не тем, в смысле, по не тем учебникам. У меня сын, когда был первоклассником, в музыкальную школу поступил. Там у него была учительница в виолончели. Вот. И эта самая учительница ему сказала, что мальчик, к самой виолончели ты сядешь через год, а может через полтора. Почему, спросил мальчик? Учительница немножко подумала, подумала, на следующем занятии сказал, мальчик, а у тебя для занятия виолончели слишком длинная шея. Почему, спросил, ой, нет, простите, слишком короткая шея, слишком короткая шея. Почему, спросил мальчик? Я так считаю, сказала учительница. После этого мальчик шел, как-то раз, на художественные выставки и увидел там совершенно замечательное современное скульптуру. Корова с шеей, как у жирафа. Вот. Он немедленно потребовал у меня, папа, папа, скажи, как ее можно купить. Хочу подарить этой учителнице. Это у нее будет идеальный виолончелист. У нее никогда никаких приличных студентов не было. Пусть у нее будет хоть один. Она поставит эту скульптуру корова с шеей жирафа и будет радоваться, что у нее хоть один есть настоящий студент. Никогда нельзя стесняться решать малышковые задачи. Потому что настоящее изучение, он не зависит от того, начали вы это делать в первом классе, во втором или в десятом. И второе. Никогда не нужно стесняться того, что вы чего-то не знаете. Потому что самая главная причина, почему вы долго учите математику, это не потому, что вы какие-то глупые, а потому что вы пропустили несколько первых начальных каких-то задач, шажочков, мыслей, и после этого в учебнике считается, что вы это знаете, а вы это не знаете. Всегда какие-то начальные вещи пропустить гораздо страшнее, чем не выучить какие-то сложные вещи. Потому что как только вы пропускаете какие-то базовые вещи, так дальше вы зависаете полностью. Так, это я все для опоздавших говорил, значит, мы сегодня занимаемся перестановками. Перестановки эти бывают на n элементах. Вот здесь все перестановки на 4, здесь на 3, здесь на 2, здесь на 1. И мы с вами сейчас будем доказывать такую замечательную форму. а n плюс 1, это есть n, умноженное на а n плюс а n минус 1. Ту же самую форму можно переписать чуть-чуть по-другому. Если раскрыть скобки, то смотрите, что это будет. Это будет n умножить на а n плюс n умножить на а n минус 1. Так, господа, а что такое n умножить на а n минус 1? Это b n. Значит, на самом деле, вот это вот второе слагаемое, это b n. Давайте я эту формулу с нас перешу. Итак, a n плюс 1, это n умножить на а n плюс b n. Пожалуйста, посмотрите по таблице, действительно ли это так. Давайте я введу, я специально рассчитал так таблицу, введу вам последний столбец n умножить на а n. n единица, а n в том случае 0, это будет 0. Дальше 2х1, это будет 2. 3х2, 6. 4х9, это 36. 5 умножить на 44, это, по-моему, 220. 6 умножить на 265. Это уже интереснее. Это 1200, 360 и 30. 1590. И последнее. 7 умножить на 1854. Ой, а может, я не буду умножать, потому что это все равно относится к следующему. Так, ребята, посмотрите, пожалуйста, внимательно. n умножить на а n плюс b n. Вот все видите, 1590 и 264. Вы согласны, что это 1854? Дальше. 220 и 45. Это же правда 265? 36,8 это 44. 6,3 это 9. 2 и 0 это 2. 0 и 1 это 1. Все правильно. В таблице эти закономерности действительно выполняются. Я умею доказывать, что называется, и так, и так. Хотите, я вам докажу вот эту формулу. Хотите, я вам докажу ту n умножить на а n плюс b n. На самом деле, оба эти варианта вполне достойны. И поэтому, поскольку я не умею выбирать, не знаю, что из этого интереснее, давайте я сделаю так. Я расскажу вам оба структури. Понимаете, если не умеешь выбирать, ты можешь покупать эту. Правильно? 2 формулы. a n плюс 1. Это есть n умножить на а n плюс а n плюс 1. И a n плюс 1. Это n умножить на а n плюс b n. Начну с верхней формулы. n умножить на а n плюс а n минус 1. Это доказательство совсем короткое. Его надо просто, что называется, понять, представить. Вот смотрите. Вот представьте себе, что у меня есть n плюс 1 предмет. Вот прямо на столе какие-то предметы, предметы, предметы. Они расположены в некотором порядке, скажем, первый, второй, третий, четвертый, пятый, пятый узбек. Замечательно. Мне их нужно переставить так, чтобы ни один не оказался на своем месте. Смотрите. Понятно ли вам, что на первом месте окажется какой-то из этих предметов? Причем, заметьте, на самом деле это не так важно, какое имя. Потому что с точки зрения вот этого первого предмета, все остальные, они же на самом деле на одно лицо. Это просто важно, что это не первый предмет. Согласны? Отлично. Так вот, давайте так и напишем. Вот есть у меня места. 1, 2, 3, 4 и так далее. n, n, n плюс 1. Вот на первом месте окажется некоторый катый предмет. Все, что я знаю о числе k, что это не единица. И дальше давайте думать, какой предмет окажется на катом месте. Вот на первом месте оказалось число k. Что может оказаться на катом месте? Ну, один вариант такой. На катом месте может оказаться единица. Совершенно запросто. Смотрите, что у нас произошло. Фактически единица и k поменялись местами. А остальные числа, а их n-1, должны быть переставлены так, чтобы не было неподвижных точек. Согласны? Это делается, а n-1 способом. Количество перестановок на n-1. Смотрите, одно место не такое, второе такое, а всего было n-1. Значит, осталось n-1 место. А n-1, в которых мы переставляемся. Согласны? Вопрос. Зачем умножать на n? Да очень просто. Потому что в качестве числа k мы могли взять двойку, тройку, четверку и так далее. Согласны? Да. Я знаю, что, но точно не единица. Тогда давайте посмотрим, что у нас должно быть вот здесь. А здесь у нас, господа, должна быть не двойка. А что у нас должно быть здесь? Тройка. Уже на своем месте. Зафиксировано. Поэтому на самом деле, конечно, у нас там где-то есть единица, но вы можете взять и вместо единицы мысленно писать число k. Потому что число k все равно уже на своем месте находится. И если вы вот здесь вот, так сказать, вместо единицы будете писать k, то тогда фактически у вас получится здесь не двойка, не тройка, не четверка, не k, не n, не n плюс один. Значит, задача в точности свелась к тому, чтобы посчитать количество перестановок на n элементах, в которых нет ни одной неподвижной точки. А таких перестановок ровно a, n, не n. Опять-таки, k выбирается n способами. В качестве k мы выбираем любое число 1 до n плюс 1. И значит, таких вот перестановок у нас будет n умножить на a, n, не n. Так, ребята, по себе знаю, что это рассуждение, что это не за одну секунду понимается. Пожалуйста, представьте себе, у вас выписаны числа 1, 2 и так далее. То есть имеется на первом месте уже написанное какое-то число k. И вот дальше вы должны писать не двойку, не тройку, не четверку, не единицу. Но у нас как бы единицы и k, это k уже зафиксировано здесь. Дальше не n, не n плюс 1. И поэтому таких перестановок будет действительно ровно a, n на чтуку. Все, я считаю, что это объяснено. Теперь я объясню вам вот эту форму. В смысле математики это будет более-менее то же самое, но в смысле педагогики будет огромная разница. А это здорово, потому что это, соответственно, даст вам возможность понять, что это все время. Вообще любую задачу всегда желательно решать несколькими способами, в надежде, что если там решил какие-то способы, то может кто-то один из них поймите. Понимаете, это... Нет, а это всегда так. Кстати, а вы знаете, что студентам Бехмата, во всяком случае в мои времена, всегда давали... Сейчас, может быть, ленятся, потому что сейчас вообще книжек стало меньше, а больше электронные всякие варианты. Но в мои времена все было просто. По всем математическим дисциплинам всегда давали не один учебник, а несколько. Понимаете, для чего это? По родному из вас знали. Студент учится, студент учится, читает курсы, я не знаю, из того же математического анализа, идеалов, ну или чего-нибудь такого. Читает, 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 читает этот учебник, и в какой-то момент уперся. И дальше ничего не понимает. Это бывает очень часто. В таком случае есть простой совет. А ты прекрати читать этот учебник. Возьми другой, где курс рассказан совершенно с другой стороны как-то, другими словами, а главное, логика развития курса, где другая, и скорее всего это место ты там проскочишь, не заметишь. После этого вернешься и поймешь, что там все было очевидно. Разумный способ подготовки к экзаменам состоит в том, чтобы учить какую-то там теорему, или какой-то, не знаю, список теорем, не по одним способам, а по нескольким разных книжкам, и тогда вы, безусловно, лучше поймете, потому что какие-то ошибки, которые есть, какие-то несуразности, главное даже не ошибки учебника, это бывает редко, а ваши ошибки, они гораздо лучше уничтожаются, когда вы читаете несколько разных книжек. Так вот, ребята, я сейчас заясню, каким образом можно любую перестановку изобразить при помощи цикла. И после этого все вот эти имеющиеся перестановки изображу, и у нас с вами, честное слово, все хорошо и быстро получится. От вас требуется под этим числом написать эти же числа, только так, чтобы никакое число не оказалось написано на 4, 5, 6, хорошо, что же мы еще не писали? 3, вот, а теперь я расскажу, как это можно изобразить в виде простой картинки. Смотрите, единица, и написано двойка, под двойкой написано единица, поняли? Дальше, тройка, под тройкой четверка, под четверкой пятерка, под пятеркой какая-то скучная картинка, под шестеркой семерка, под семеркой восьмерка, под восьмеркой девятка, под девяткой тройка. Два в циклу всего, согласны? Так, отлично. Давайте сделаем следующее. Вот я на этой картинке уничтожу все, кроме обведенного кружочка. Единица переходит в двойку, двойка в единицу, тройка в четверку, четверка в тройку. Согласны? Да. Отлично. Здесь что? Единица в двойку, двойка в тройку, тройка в четверку, четверка в единицу. Здесь у нас что с вами? Единица в двойку, двойка в четверку, четверка в тройку, тройка в единицу. Здесь разбираемся. Единица в тройку, тройка в четверку, четверка в двойку, двойка в единицу. Здесь что? Один в три, три в один, два в четыре, Недолго осталось, что здесь? 1 переходит в 3, 3 переходит в 2, 2 в 4, 4 в 1. Так, отлично. Что здесь? 1 в 4, 4 в 3, 3 в 2, 2 в 1. Так, осталось всего 2 картины. Что? Вот это? Вот это? Здесь? А здесь что было на самом деле? 4 в 3, правда? Спасибо, что поправили. Так, и место я уже забыл где... Так, здесь могу? Так, 1 в 4, 4 в 2, 2 в 3, 3 в 1. Так, и последнее осталось. 1 в 4, так, 4 в 1, 2 в 3 и 3 в 2. Видите, что значит, ни одно число не на своем месте? Нет такого, чтобы число приходило само в себя, согласны? То есть циклы длины 2 бывают, а вот циклы длины 1 не бывают. Замечательно. И сейчас я должен задать себе простой вопрос. Вот скажем, у меня есть перестановка на 9 элементах. Как из нее легко получить перестановку на 10 элементах, у которой нет ни одной неподвижной точки? Ребята, на самом деле очень просто. Сказки про монтиниевики читали? Да. Ну, читали наверняка. Представьте себе простую вещь. Когда у вас есть перестановка на 10 элементах, представьте себе, что число 10 берет и исчезает. Можно взять, например, сюда 10. 1 в 10, а 10 в 2. Классно? Или 2 в 10, а 10 в 1. Вообще, на любое из этих мест можно взять и написать ту самую десятку. Понимаете идею? Да. Так вот, это и есть вот это вот слагаемое. n умножить на a n. Значит, давайте я еще раз жестко объясню, что это такое. Если у нас имеется любая перестановка на n плюс 1 элементе, то смотрите, что можно сделать. Мы можем эту перестановку вот таким вот образом выписать. превратить ее в такие циклы. Понятно? Да. И число n плюс 1 может взять и превратиться там на хранцематию. Исчезает. Тогда стрелочка, которая идет через n плюс 1, она просто пройдет и его не заметит. И когда мы будем возвращать n плюс 1 на место, то есть простой способ. взять, нарисовать все а n варианты и после этого, вот скажем, здесь написано, здесь нарисовано у меня все варианты, все 9 вариантов для 4. И после этого взять пятерку вставлять. Сюда, 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 это вот 4 варианта. Сюда, сюда, сюда или сюда. На каждой из этих картинок пятерку вставляем в одно из этих четырех мест. Соответственно, вы получаете вот столько вариантов. n умножить на an. n умножить на an вариантов. Потому что стрелочек на нашей картинке ровно n штук. Когда число n плюс 1 добавляем, то стрелочек n будет. Вопрос. Откуда берется слагаемое bn? Очень просто. Дело в том, что когда число n плюс 1 надел на себя маленькую невидимку, то возможен такой вариант. Вот представьте себе, что вот эта у нас была, скажем, десятка. Она надела на себя маленькую невидимку. И тут получилось, что единица переходит в единицу. Цикл мог быть очень коротким. Слишком коротким. Состоящим всего из двух элементов. Цикл с участием числа n плюс 1. Так что когда число n плюс 1 исчезло, то этот цикл выродился. Он превратился в то, что число переходит само в себя. Смысл поняли? Теперь вопрос. Вспомните, что такое bn? Это количество перестановок, у которых есть один единственный неподвижный элемент. Так всё просто. Если у нас есть эти самые bn от таких вот перестановок, то мы берём любую из них, там есть неподвижный элемент, и к нему добавляем число n плюс 1. Поняли интересно? И у нас получается добропорядочная перестановка для n плюс 1. Потому что число n плюс 1 входит уже теперь в цикл длины 2. А вовсе не в цикл длины 1. Ну что я могу сказать? На самом деле два способа доказательства той формулы вам рассказаны. И сейчас, пожалуй, мне нужно доказать вот этот формул. Потому что, конечно, регулярные формулы для a плюс 1, b плюс 1 мы это доказали. А сейчас нужно объяснить, как же, откуда получается вот этот формул. И нет ничего проще. Дело в том, что мы можем рассуждать при помощи фактической лидерации. База. n-раборативных. Смотрите. a1 минус b1. Вы же помните, чему равны a1 и b1? Нулю единицы. 0 минус 1. А это минус 1 в первой степени. Значит, действительно база у нас есть. База n. Теперь инвестиционный переход. Пусть для некоторого n мы уже знаем. Привет, можно я не перебесить эту формулу? Я просто поставлю здесь стрелочку, поспользовавшись тем, чтобы не достать. Итак, пусть эта формула для некоторого n уже доказана. Тогда, тогда, а тогда все очень просто. a1 плюс 1 минус bn плюс 1. Значит, ребята, смотрите. Что такое a1 плюс 1? Это n умножить на a1 плюс bn. Правильно? Замечательно. А что такое bn плюс 1? Это n плюс 1 умножить на a1. Ну, надеюсь, дальше все понимают. Надо просто раскрыть скобки. И у нас получается, что это bn минус a1. То есть это на самом деле минус a1 минус bn. То есть минус минус 1 в степени n. Ну, то есть на самом деле минус 1 в первой степени. Все. То есть по раненству, которое у нас было, минус 1 в степени. Теперь обещанное в самом начале занятия явная формула. Для этого я предлагаю нам с вами просто-напросто посмотреть на то, каким образом, каким можно преобразовать такую величину. a1 плюс 1 разделить на n плюс 1. Просто количество всех перестанок на n плюс 1 числе. Здесь же у меня специальная стандартность. От n элементов n в степени. Соответственно, на n плюс 1 элемент. Что? На перестанке. Отлично. У меня есть формула, которая выражает a n плюс b. Вот давайте я ее воспринимаю. Это есть n умножить на a n плюс b n разделить на n плюс 1. Очень хорошо. Но внимание, что такое b n? b n это, господа, a n минус минус 1 в степени n. Или другими словами. Это a n плюс минус 1 в степени n плюс 1. Ребята, посмотрите. Я сейчас просто-напросто вынесу n плюс 1 и прибавлю к этому. Это очень красивая формула. Во всяких там книжках по теории вероятности вечно рассказывается эта история. Не знаю там. Одиннадцать футболистов сняли с себя майки, подбросили их в воздух. Ну, не знаю, как надо подбросить, чтобы после этого не было видно, чья майка, но тем не менее, подбросили их в воздух. И после этого, значит, майки упали, и они не глядя подобрали каждый по майке. С какой вероятностью никому его майка не досталась? Поняли, что это наша задача сегодняшняя? Вот. Или почтальон получил почту на некоторый дом, и он принципиально не раскладывает ее по ящику. То есть ему в почтовом отделении выдают сумку с почты, а он после этого расширивает ее совершенно случайным образом. С какой вероятностью никому не попадется его? там письмо, посылка или не знаю что. Нет, так что это все практические вещи. Это все надо знать. Так, разбираемся. Что такое n плюс 1 фикториал? Это произведение всех чисел от одного до n плюс 1. Правильно? Да. Значит, n плюс 1 фикториал, это же, господа, n плюс 1 умножить на n фикториал. Согласны? Да. Согласны. Значит, здесь антверждатель сокращается. И у меня получается замечательный ответ. а n-ное, деленное на n фикториал, плюс минус 1 в n плюс 1, деленное на n плюс 1 фикториал. Так, ребята, все промежуточные выкрутки я сейчас, конечно, уберу. а вот ответ оставлю, потому что ответ крайне важен. Смотрите, что у меня получилось. а n плюс 1, деленное на n плюс 1 фикториал. Это а n-ное, деленное на n фикториал, плюс минус 1 в n плюс 1 степень, деленное на n плюс 1 фикториал. Смотрите, я начал с вот такого выражения и получил его же для n и плюс такой небольшой хвостик. Так, что это такое? А это очень просто. Это а n плюс 1, деленное на n фикториал, плюс минус 1 в степени n, деленное на n фикториал, плюс минус 1 в степени n плюс 1, деленное на n фикториал. Ребята, я в результате могу написать замечательный, совершенно окончательный ответ. Если делишь a n плюс 1 на n плюс 1 фикториал, то это надо складывать вот все такие вещи. Кстати, чему равняется a1, деленное на 1 фикториал? a1, это у нас ноль. Ноль. Это у нас просто ноль. Минус 1 в степени n плюс 1 фикториал. Поэтому на самом деле ситуация будет как разная. Начинать нужно не с единицы, а с двойки. Минус 1 в квадрате, деленное на 2 фикториал, минус 1 в кубе, деленное на 1 фикториал, минус 1 в четвертой, деленное на 4 фикториал, минус 1 в пятом, деленное на 5 фикториал, и так далее, и так далее. вплоть до минус единицы в степени n плюс 1, деленное на n плюс 1 факториал. Вот он замечательный ответ. И соответственно, само число n плюс 1 факториал умножить на следующее. 1 вторая, минус 1 шестая, плюс 1 двадцать четвертая, минус 1 сто двадцатая, плюс так далее и так далее, плюс минус единица в р плюс первой степени, деленное на n плюс 1 факториал. Явная формула для количества перестановок, в которых нет неподвижных точек. Давайте на всякий случай мы ее проверим. Скажем, посчитаем, чему равняется a пятая. Давайте посмотрим. 5 факториал, то есть 120 умножить на такую штуку. 1 вторая, минус 1 шестая, плюс 1 двадцать четвертая, минус 1 сто двадцатая. 60 минус 20 плюс 5 минус 1. Так-так-так-так, это будет сорок пять минус 1, господи, сорок четыре. А пятая действительно сорок четыре. Все, мы не перенебились, мы сегодня не перенебились. Я обещал, что будет два способа рассказа и вот первый способ полностью закончится. Более того, напомню, что даже в этом способе я чуть-чуть по-разному доказываю формулу f, потому что даже там было некоторое разнообразие. Перед тем, как переходим ко второй части, которая с формулой включения и заключения, я должен сказать несколько слов по поводу вот этого вот числа. Вот представьте себе, человек не знает, что такое синус-коснус-станкс, да? Вот вопрос, может он дальше учить там геометрию, физику? Реально нет, правда? Вот, ровно так же, на самом деле, столь же принципиально, знание того, что такое экспонентное. Очень часто в современной школе, для того, чтобы не рассказывать детям о том, что такое число е, рассказывают о том, что вот есть такая штука, как 2 в степени х. На самом деле это некоторый обман, потому что е это гораздо более важное число, вообще без натурального логарифма нельзя. Поэтому, добрый вам совет, узнайте, что такое натуральный логарифм, что такое экспонентно и что такое число е. Кстати, а вы знаете, что это в школьной программе далеко не всегда так было? Добрые старые времена, то, что называется логарифм и экспонентно, изучали, тогда это назывался седьмой класс, сейчас это называется восьмой класс. И было все абсолютно логично, потому что действительно примерно в этот момент для физики и для химии это самое число е нужно, ну и, соответственно, логарифмы нужны. А дальше произошло следующее. Взяли и просто волевым приказом в стандартной школьной программе переставили тему логарифма, где она якобы плохо и трудно усваивалась, из восьмого класса в одиннадцать. Эффект произошел совершенно потрясающий. Это примерно так же, как если бы изучение русского алфавита перестали бы из первого класса для удобопонятностей восьмой. Эффект примерно такой же помощности, да? Главное, что в одиннадцатом классе у тебя не нужно. Потому что после того, как человеку уже научили физической химии без логарифмов, после этого, понимаете, да, что называется, ему уже некогда, он уже так, то, что он в одиннадцатом классе узнал, это, ну, ну, узнал, да. Счастье было возможно. Вот, ну, все, уже к тебе не нужно. Уже все. Есть такая функция. Называется Е в семье Х. Е – это две целых семьдесят, один восемь, два восемь, один восемь, два восемь, сорок пять, девяносто, сорок пять, да, это на самом деле число Е, оно замечательно тем, что благодаря Ему человечество будет долго помнить, когда родился Лев Толстой. Понятно, да? 1828 год, год рождения Ивана Николаевича Толстого. Вот, так что вспоминается возрождение Толстого очень легко. Значит, вспоминаете, чему равно число Е, и вот, значит, Толстой там закатирован, да? Вот, а это узлы премогольного равновесного треугольника. Сорок пять, девяносто, сорок пять, тоже дополнительное количество. Толстой и премогольный равновесный треугольник. Вот, так, итак, что такое Е в степени Х? Это, господа, единица плюс Х плюс Х квадрат пополам плюс Х в кубе на 6 плюс Х в четвертой делить на 24 плюс Х в пятой делить на 120 плюс Х в шестой делить на 720. Дошло? Плюс Х в четвертой делить на этот материал плюс и так далее. Давайте возьмем, узнаем, что такое Е в неуспехе. Это один минус один. Можно сказать, что это значит, что это 0. Дальше внимание. Плюс одна вторая, минус одна шестая, минус одна сто двадцатая и так далее. Господа, вот эта самая скобка, это почти что одна етая. Понимаете? Единица делить на 2,7 и 1,8 и 2,8 и так далее. И так далее, и так далее, и так далее. Таким образом, доля перестановок, у которых нет неподвижных точек, при стремлении N бесконечности, стремится вот к такому числу. На этом с первой части лекции точно покончено. Теперь вторая. Я обещал, вот ровно эту формулу вывести при помощи формулы включения и исключения. Ну, для этого нужно быстренько объяснить вам, что такое формула включения и исключения. Если у нас есть какие-то два множества, и вас интересует, сколько элементов содержит объединение этих двух множеств. Формула включения и исключения утверждает следующее, что объединение двух множеств. Чтобы посчитать, сколько элементов содержит, нужно посчитать, сколько в первом. Прибавить количество элементов во втором. И вычесть количество элементов пересечения. Это очень простая штука. Это, повторяю, формула включения и исключения для двух множеств. Так, ребята, единственное, мне будет легче доказывать ее не для N плюс 1, а для N. Может, это будет меньше писания. Потому что я плюс 1 писать дольше, чем я. Поэтому давайте я все сотру. Пишу формулу для N. И все быстро, формулу включения и исключения в общий случай. И, соответственно, у нас правда сейчас все получилось. Мне нужно доказать вот такую формулу. Я сейчас, во-первых, напомню, что такое формулу включения и исключения. Для трех множеств. Для трех множеств. Потом, соответственно, четырех, для пяти. Для трех множеств. Если есть три множества А, В и Ц, и вы хотите посчитать количество элементов объединения этих трех множеств, то вы должны сделать следующее. Посчитать, сколько элементов в первом, во втором, в третьем, дальше, внимательно. Вычесть, то есть вертикальные полки, а вот на четверг, короче, элементов. Всевозможные пересечения. Прибавить тройное пересечение. И, наконец, прибавить тройное пересечение. Давайте посмотрим на картинке, действительно ли это так или нет. То есть, смотрите, я сначала взял, посчитал, сколько элементов множеств А, а потом сколько элементов множеств, множеств С. Заметьте, что при этом вот эти штуки были посчитаны вот это дважды, а эти даже книжные. Это непорядок. Поэтому я вычел пересечение такое, такое и такое, и вот здесь ситуация нормализовалась, потому что я сначала посчитал это место дважды, а теперь один раз вычел, все нормально. Но здесь ситуация стала плохой, потому что сначала я это место три раза посчитал, а потом я его три раза вычел, потому что в одном пересечил, в втором в третьем. И его надо все-таки вернуть на место. Смысл понят? Да. На самом деле, ровно такая же формула имеет место для любого количества множеств. То есть, если у вас есть не три, а, скажем, четыре, пять, сто множеств, то вы должны для того, чтобы узнать, сколько элементов в их объединении, сделать следующую вещь. Посчитать, сколько в каждом из них, потом вычесть все пересечения, тоже в каждом пересечении посчитать, сколько элементов в их объединении, потом прибавить все тройные, вычесть все четверные, прибавить все катерные и так далее. Ну, формула включения-исключения довольно часто используется. Смотрите, для двух множеств доказательств никакого не нужно. Вы понимаете? Просто как? Это плюс это, но это же важно посчитать, поэтому надо вычислить. Я доказательств только что объяснил, да? Проблема вся в том, что нам сейчас нужно доказать, нужна эта формула для n-0. Что такое число сочетаний? Хорошо, отличный ответ. Отличный ответ. Число сочетаний из какого-то количества, поскольку, да? Давайте сделаем так. Я сейчас расскажу в предположении, что вы знаете формулу включения-исключения и что вы знаете, что такое число сочетаний. Извините, это вещи принципиально важные и просто, что вы придете домой, прочитайте обязательно. Я сейчас рассматриваю все множество перестановок, в котором, как вы помните, n-факториал элементов. Это понятно? Там где-то бегает перестановка, где 1, 2, 4, 5, все дают чисто на своем месте. Где-то бегает наоборот перестановка, где они строго в обратном порядке написаны. Все n-факториалы перестановки. И я рассмотрю следующее. Множество c1 состоит из перестановок, у которых единица стоит на первом месте, а остальные числа как хотят. Хотят на своих местах, хотят на чужих. Нас это не интересует. Кстати, какое количество элементов в множестве c1? Сколько штук? Перестановок, у которых единица стоит на первом месте, а остальные как хотят? Н-факториалы. Нет, не b. Просто n-факториалы. Потому что могут стоять в своих местах, могут не стоять. Просто единица на своем месте, а остальные элементы так же, как в любой перестановке на n-факториалы. Все понятно? Отлично. А вот еще у нас есть множество, которое будет называться c2. Почему-то я уже написал более жирным, хотя по количеству элементов оно ровно такое же, как c1. Это все перестановки, у которых двойка стоит на втором месте, а остальные элементы как хотят. Догадайте, что у нас еще есть. c3. Что такое c3? Тройка на третьем месте, а остальные как хотят. c4, c5 и так далее цены. Смысл понятен? Итак, cкк пишут, это перестановки, где k стоит на катанности. Число k переходит в число k. А теперь вопрос. Что такое перестановки без неподвижных точек? Ответ очень простой. Это те, где единый стоит не на свое месте и двойка не на свое. Это все, кроме вот этих множеств c. Согласны? Да. В результате то, что мы сейчас с вами должны сделать, это посчитать количество перестановок, которые не вошли ни сюда, ни сюда, ни сюда, ни сюда, которые вне всех множеств z. А это делается совершенно просто. По формуле включения и исключения. Надо взять все перестановки, все, я уже нажал. Надо взять все n-фотериалы перестановки, внимание, и выбросить c1, c23 и так далее цены. таких множеств n штук, поэтому я выбрасываю n умножить вообще-то на n-1 в териал. Потому что в множестве c1 элементов у нас n-1 в териал. И в этом н-фотериал. Когда я все выбрасываю, то я выбрасываю n множеств в каждом из которых n-1 в териал. Согласны? Да. Отлично. А потом помните, что надо делать по форме включения вручения? Прибавлять. Прибавлять попарные пересечения. Так вот, господа, что значит попарные? Это значит, надо рассматривать всевозможные пары. Такими способами можно из n элементов выбрать два. Известная вещь. Надо выбрать сначала любой элемент, потом любой другой и разделить на два, потому что неизвестно, неважно, в каком порядке я их выбирал. Согласны? Да. Отлично. А теперь вопрос. Скажем, пересечение c2 и c6 это что за перестановки? У которого двойка стоит на втором месте, а шестерка на шестом. Так? Да. А остальные n-2 элемента как хотят? n-2. Сколько беспосылок? n-2 вкатериал. Значит, надо здесь умножить на n-2 вкатериал. Так, теперь надо вычитать сройные пересечения. Нет, ничего проще. Это я пишу опять число сочетаний из n-2. То есть n умножить на n-1 умножить на n-2 умножить на 6. И умножаю все это на n-3 вкатериал. Понимаете, что происходит? А теперь я прибавляю всевозможные четверные пересечения. n умножить на n-1 умножить на n-2 умножить на n-3 разделить на 24. Вот ровно такая формула для числа сочетаний из n по 4. Надо умножить на n-4 вкатериал. и так далее и так далее до самого конца. Вот до самого метра. Ребята, осталось заметить простую вещь. Что n умножить на n-1 вкатериал, это что такое? это в точечной спец фкатериал. В результате они просто уничтожатся. n, n-1 и n-2 фкатериал это как раз n вкатериал. И это и будет n вкатериал вкатериал. Это то самое с фкатериал вкатериал. n, n-1, n-2 умножить на n-3 фкатериал. Как раз и будет n вкатериал разделить наше. Это и будет вот это. В общем, мы получили в точности ту форму, которую хотели. вкатериал.